Ну и где наш меморандум? Происходит подписание меморандума. Это самый первый Красноярский экономический форум в 2004 году. Тогда он еще назывался инвестиционным. Большие дела здесь делаются, как обычно, под аккомпанемент похрапываний и постных мин вечно уставших чиновников. Молодой Дерипаска и начинающий губернатор Хлопонин подписывают соглашение об инвестициях в достройку Багучанской ГЭС. Проект «Гидростанция на Нгаре» станет самым значимым за все годы существования форума. Дерипаска готов в него вкладывать, но пока не ясно, есть ли деньги у государства и Чубайса, как главного энергетика. Проект нужно осуществлять. Если наше предложение не пройдет, самое главное, чтобы было альтернативное предложение, которое с такой же эффективностью в те же сроки ведет этот объект. Олег Дерипаска вообще на Красноярском форуме частый гость. У него ведь здесь в крае основные активы – Красноярская ГЭС, КРАС. В 2016-м он неожиданно для многих в качестве антикризисной меры предлагает то, о чем в регионах чиновники говорить боятся. Москва должна делиться. Пик Красноярского экономического форума пришелся на 2008 год. Дмитрий Медведев огласил свою экономическую программу. Тогда, до выборов президента, на которых он в итоге победил, оставались считанные недели. «Свобода лучше, чем несвобода» – эти слова Медведева многим предпринимателям дали надежду, которая в итоге не оправдалась. Речь идет о свободе во всех ее проявлениях, о личной свободе, об экономической свободе, наконец, о свободе самовыражения. Вообще, долгое время Красноярский форум – убежище российских государственных либералов. Здесь, вдалеке от Москвы, у них будто развязывается язык. В 2011 году министр финансов Алексей Кудрин неожиданно для всех критикует политику своего шефа Дмитрия Медведева. По его словам, для развития экономики нужно меньше отдавать армии, силовикам, бюджетникам. Огромные траты на госаппарат могут привести к краху, когда цены на нефть вновь обрушатся. В этом же году дерзость Кудрина приведет к публичному конфликту с Медведевым и отставке. Ежегодно у нас будет сокращаться количество занятых в экономике примерно на 300-400 тысяч. У нас, в общем-то, не будет такой острой проблемы безработицы. У нас будет проблема нехватки рабочей силы. Самый скандальный персонаж Красноярского форума Александр Хорошавин. В 2015 он, губернатор Сахалина, хозяин богатого нефтью региона. За три дня форума он спускает 15 миллионов рублей. Тогда новости ТВК разбираются, куда можно потратить такие деньги. Абсолютно точно известно, что Хорошавин в Красноярском дилерском центре покупает «Лексус» девушки из эскорт-услуг. Почти сразу после этого губернатор помещен под арест. Следствие говорит о невиданных фактах коррупции. Вот чек за подписью Хорошавина на сумму 3 миллиона 285 тысяч рублей. Бывший губернатор, а ныне подозреваемый в получении взятки, расплачивается за авто пластиковой картой и уходит из салона в обнимку с подругой. На форуме много полезных проектов. Развитие Нижнего Приангария, Ванкорского нефтяного месторождения, строительство аэропорта. Но был и проект вредный. В 2010 году тогда председатель правительства края Эдхам Акбулатов и генеральный директор компании Чексу-ВК подписывают соглашение о сотрудничестве. Ферросплавный завод. Все следующие годы это название будет как монстр, которым пугают детей. Красноярцы строительство ферросплавного завода не допускают. Впервые горожане показывают силу протеста, а тема экологии до сих пор одна из главных. Все тот же Акбулатов в 2013 вынужден от завода откреститься и принять сторону народа. Хочу ответственно заявить и успокоить горожан. Администрация города сделает все необходимое и завода, и не сельского завода ферросплавов по соседству с городом Красноярском не будет. Форум это детище Александра Хлопонина. Уже после того, как он приехал в Москву и стал курировать развитие Северного Кавказа, Хлопонин на форум возвращался, будто спускаясь с гор. Значение форума, конечно, когда начало падать, начали устраивать шоу, и сам Александр Геннадьевич даже принял в этом участие, он уже был полпредом в Северокавказском округе. Когда он стал привозить какие-то коллективы, которые лизгинку танцевали, конечно, это было весело. Главное для чиновников на форуме поговорить в неформальной обстановке и решить вопросы. Заместитель губернатора края Сергей Пономаренко вспоминает, большие начальники умеют не только выступать на деловых площадках. Алексей Леонидович Кудрин запомнился тем, что он на барабанах сыграл. Оказывается, он блестяще играет на барабанах. Аркадий Владимирович Дворкович, который долгие годы руководил комитетом, он всегда очень активно поддерживал спортивную программу в рамках экономического форума. У нас традиционно на полях форума проходили товарищеские встречи и по футболу, и по хоккею. 16 лет красноярских экономических споров – это уже целая история. Менялись герои, губернаторы, президенты, экономические идеи. Один только Красноярск, как всегда, гостеприимен и готов принять еще не один форум. Виталий Поляков, Николай Чистяков. Воскресные новости ТВК.